Всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Полина Иванова. Я живу в Екатеринбурге и я занимаюсь тем, что вожу экскурсии и рассказываю про город нашим гостям, а также жителям нашего города. И с вами мы будем вместе на направлении город. Я очень хочу познакомиться с вашим городом, чтобы вы меня познакомили с ним и чтобы мы вместе исследовали его и сделали по нему путеводитель или гид. Я расскажу позже, как мы это будем делать, а сейчас я бы хотела с вами немножко побольше познакомиться, узнать, как хорошо вы знаете город. Значит, вот сейчас нам понадобится чат, и, пожалуйста, оставьте его для ведущих и модераторов. Мне нужна ссылка на наш мантиметр, где... да. Вот смотрите, пожалуйста, перейдите по этой ссылке. Значит, сейчас мы с вами немножко поиграем. Точнее, я просто хочу побольше у вас узнать. Пожалуйста, в этом мантиметре напишите о том, куда бы вы хотели съездить, потому что экскурсии, гиды — это все про путешествия. Я думаю, что многие любят путешествовать. Напишите три места, в которые вы бы хотели попасть. Пожалуйста, напишите их в единственном числе, в именительном падеже, то есть не в Австралию, а просто Австралия. Это могут быть страны, это могут быть достопримечательности, какие-то природные места или другие города. Может быть, вы хотите увидеть какую-то конкретную достопримечательность. Значит, демо экрана нам пока не нужно. Вам нужно перейти по ссылке и посмотреть, что у нас там получается. Ссылка находится в чате. Вот, у нас начинаются ответы. Я даю вам буквально одну минуточку, чтобы вы ответили, а сама пока покажу вам, что у нас получается. Давайте подождем еще буквально пару минут. Точнее, ладно, одну минуту. Посмотрим, что. Белоруссия, Париж, Китай. Значит, смотрите, тут большими буквами обозначены те места, куда хотят многие, и какие-то уникальные места. Так, так, появляется Турция, Америка. Вам видно? Поставьте мне реакцию, если вам видно хорошо мой экран. Хорошо видно. Ага, отлично. Видно. Здорово. То есть есть какие-то места, в которых прямо хотят многие люди? Есть какие-то интересные, необычные места, куда хотят кто-то, лес, магазин. Довольно интересные вещи. Смотрите, у нас есть сейчас такая любовь к путешествиям, особенно, наверное, сейчас, когда мы в таком немножко заточении все находимся, все о них мечтают. Но что же мы можем поделать, когда... Тот-то со звуком с моим. Так меня слышно? Да. Хорошо. Мы все сейчас оставлены в наших городах, и поэтому я бы предложила изучать не какие-то далекие страны, а тот город, в котором мы сейчас находимся. И я хочу вас попросить о том, чтобы вы рассказали мне больше о своем городе. Значит, посмотрите теперь опять в ссылку. Там есть еще одно задание для вас. И я вас попрошу назвать три самые известные достопримечательности в Первоуральске. Также, пожалуйста, напишите это в единственном числе, именительном потеже. Здрасте, я уже зашел. Здравствуйте. Значит, кто зашел, пожалуйста, посмотрите, у нас в чате есть ссылка по ней. Смотрим, что у нас получается. Парк новой культуры, площадь Ленин, площадь Победы, мой дом. Ну, подождем чуть-чуть побольше ответов. Хочется понять, какие самые популярные достопримечательности у нас в городе есть. Шайба. Да, про шайбу даже я знаю. Это очень популярное место. Мне нравится, что появляется пункт «Мой дом». Это, конечно, очень-очень самоуверенно. Я рада, что ваш дом для вас является важным местом в городе. Статуя Ленина и Ленин – это, на самом деле, я думаю, одна, да, и та же достопримечательность. И ДКНТЗ. Европа-Азия. Так, у нас все еще приходят ответы. Сейчас подождем, пока они соберутся, и посмотрим внимательно на этот список. Те, кто ответил, пожалуйста, вернитесь и посмотрите демонстрацию экрана. Посмотрите внимательно на те достопримечательности, которые у нас описаны. Значит, есть ли среди них те, которые вы знаете, или, наоборот, я думаю, есть ли среди них те, которые вы не знаете. Мне очень нравится достопримечательность «Мы». Где-то тут она только что была, она мне очень понравилась. Мы действительно всегда являемся достопримечательностью нашего города. Так, ну что, поставьте мне реакцию, те, кто смог уже посмотреть облако с достопримечательностями и посмотреть, какие достопримечательности самые популярные есть в Первоуральске. Так, так, так. Ну что, следующее, что я вас попрошу сделать, это ответить мне, все ли вы знаете эти достопримечательности. Вы знаете все их, большую их часть, только некоторые, и не знаете никакие. Насколько популярны те достопримечательности, которые вы сами себе и указали? Так, так, так. Все знаете большую часть. Ну, мне кажется, что вы не можете жить в городе и не знать ни одной. Я думаю, что это кто-то балуется. Почему-то. Либо, может быть, это человек из другого города. Поставьте реакцию, если кто-то есть из другого города сейчас здесь с нами. Я вот из другого города. Поэтому не участвую в этом вопросе. Так, ну вот смотрите, даже среди вас жителей, ну да, большинство знает, но есть те, кто не знает какие-то достопримечательности или знает некоторые. Поэтому я думаю, что гид или путеводитель по Первоуральску может быть нам очень полезен. И было бы интересно, чтобы он появился, чтобы мы вместе исследовали город и рассказали про них. На этом мы, наверное, пока оставим этот слайд. Я вижу, что ответы еще приходят. Но я думаю, что мы перейдем дальше. Я просто очень включена сюда, мне очень сложно. Так, да, я кого-то слышала, но перестала слышать. Все, мы оставляем этот слайд с вами. И идем дальше. Значит, друзья, вот помимо разных объектов, которые у нас находятся в городе, у нас же бывают достопримечательности еще природного характера, да? Это разные скалы, необычные объекты вокруг города. Знаете, да, такие? Вот я вижу, судя по лайкам, многие знают это место. Поставьте реакцию тех, кто знает, что это конкретно за место на фотографии. Есть такие? Есть, да, те, кто был в окрестностях Первоуральска. Но помимо каких-то больших объектов, типа скал или каких-то гор, у нас же иногда бывают какие-то небольшие объекты. Например, вы ходите по городу и встречаете какие-то необычные деревья или маленькие скверы, в которых что-то расположено. Может быть, какие-то места, которые нравятся лично вам. То есть не большие достопримечательности, которые на весь город распространяются, а ваши персональные места, которые вы любите и цените, в которые, может быть, любите приходить. Так, давайте пойдем дальше. Кто знает, где расположено это граффити? Поставьте мне реакцию. Есть такие? Есть. Да, это тоже граффити. Граффити тоже может быть достопримечательностью в городе. Это граффити достаточно большое, его хорошо заметно, хорошо видно. Но также, если вы гуляете по городу, вы можете находить какие-то небольшие вещи, которые впечатляют лично вас. Например, вы идете по каким-то своим делам и видите что-то, что вторит вашим мыслям. И это тоже может быть такой личной вашей достопримечательностью, которая вас интересует и которую вы любите. Значит, может быть, вы в своих путешествиях по городу встречаете какие-то подобные вещи. То, что делают сами жители, когда они хотят как-то украсить свой город, хотят сделать его красивее. Может быть, у вас есть такие места необычные, вы знаете их, и могли бы о них рассказать или показать их. Или, может быть, вы находили какие-то совсем необычные объекты, ни надписи, ни ЖЭК-Арт, а что-то, что-то какое-то уличное искусство, которое очень необычно, но совсем не поддается никакому описанию. Давайте перейдем к следующему вопросу. Сейчас я бы попросила вас назвать три других места недостопримечательностей Первоуральска, которые всем известны, а вот как раз такие небольшие и, может быть, одному вам известные места, куда бы вы пошли сами или повели своих гостей. Никуда, серьезно. Вы можете назвать три таких места. Вы можете назвать три таких места, и мне было бы очень интересно посмотреть, что это за места, которые вы могли бы показать как гид. Если бы приехали, например, Первоуральск гости из другого города, и попросили бы вас показать самое что-то удивительное и необычное. Тайная база, ого, ничего себе, вот, тайная база мне очень нравится. Европа-Азия. Ну, Европа-Азия – это известная штука, туда их сводят и официальные гиды. А если они после официальных гидов пойдут к вам и скажут, покажите мне тайный Первоуральск, что мы будем тогда делать. Парк культуры и отдыха, шайба. Мой холодильник, мой дом. Кафе-провинция. Так, ну что, довольно любопытно, конечно. Набережная. Кафе-сене звезд. Любая крыша в городе. О, кто-то умеет лазить по крышам. Ай-яй-яй. Вообще-то это нехорошо. Но очень красиво, я согласна. Эндуротрасса. О, круто. Тарзанка. Слушайте, ну я очень рада, когда появилось слово «Никуда» сначала на экране, я, честно говоря, прямо даже немножко испугалась. А сейчас я вижу, что на самом деле есть очень-очень много разных необычных мест. Тарзанка, березовая роща, гаражи. Это как раз то, что мы ищем, и как раз то, что я бы хотела, чтобы вы вспомнили, и о чем я бы хотела, чтобы вы рассказали в нашем с вами путеводителе по городу. Ну что, у нас 15 ответов, а людей в конфе 46. Может быть, давайте дождемся еще кого-то. Шалаш. Шалашим вообще моя любовь. Площадка во дворе. Здорово, что двор, который у вас есть, вам нравится. Это очень классно. Очень хорошо, когда двор является местом притяжения. Я вижу, что к нам присоединяются люди, скажу для них, пока мы ждем ответа. Когда вы присоединитесь, посмотрите, пожалуйста, в чат. В чате у нас есть ссылка, и мы сейчас пытаемся собрать список таких тайных достопримечательностей Первоуральска, куда бы вы повели своих гостей, если бы они приехали. Давайте хотя бы еще немножко подождем ответов, потому что прямо хочется, чтобы их было больше. Ответили 16 человек, а у нас участвует 32 человека. Давайте хотя бы чтобы 20. Значит, посмотрите в чат. В чате у вас есть ссылка. А те, кто ответил, пожалуйста, перейдите и посмотрите, что за облако у нас получается. Посмотрите, что это за достопримечательности. Может быть, вы знаете какие-то из них. Может быть, у вас у самих есть похожие места. Поизучайте это облако. Тут достаточно много разных указателей. И, в общем, нам нужно будет сейчас как-то отнестись к вот этим вот всем указаниям. Ну что, я думаю, что нам нужно идти дальше. Давайте перейдем к следующему пункту. Этот мы, конечно же, оставим. Так. Значит, мы с вами на направлении город будем делать как раз такой путеводитель. Путеводитель по городу, который мы бы хотели сделать для наших гостей. Я бы хотела, чтобы мы с вами поискали такие необычные места, в которые можно привезти гостей, в которые можно сходить самому, или в которые вам бы самим было интересно сходить и посмотреть, что там у других участников лагеря, в общем, за достопримечательности. Мы с вами поработаем с картами, попробуем порисовать карты, мы с вами поработаем с самим пространством города, выйдем туда, посмотрим, какие есть достопримечательности, как можно построить маршрут через эти точки. Попробуем, в общем, сделать этот маршрут и опубликовать его. Я надеюсь, что в конце нашего занятия, в конце наших занятий у нас появится путеводитель и у нас появится прямо такое большое исследование города, которое мы сможем показать и опубликовать. Чтобы участвовать в направлении, нам нужно будет гулять по городу и исследовать его, а также фотографировать и делать аудиозаписи, поэтому учитывайте это при выборе направления. Я надеюсь, что, в общем, это не очень сложные требования, их можно будет сделать. То, что вы будете указывать, как свои пункты своего путеводителя, нужно будет нам с вами эти места посещать, может быть, по несколько раз за направлением. А сейчас, пока мы еще с вами, я хочу вам предложить такую пробную работу, пробную работу с картой. Давайте я сейчас завершу демонстрацию экрана на какое-то время, а в чате у нас появится вторая сытылка уже на Padlet. Значит, мы сейчас с вами перейдем в другое приложение, в котором я вас попрошу выбрать одну из тех достопримечательностей, которые вы указывали ранее, одну свою достопримечательность, разместить ее на карте города и написать о ней короткий текст, почему ее надо посетить. Значит, у меня есть вот такая вот история, такая вот ссылка. Сейчас я снова включу демонстрацию. Значит, такой вот, такая вот доска. Сейчас, я надеюсь, в чате появится ссылка. Вас всех, так, да, вас пригласят туда. Я прошу вас всех сделать по одной карточке. Одну карточку, поставить ее и написать, что именно там прикольно. Там прикольно — это не ответ. Дело в том, что понятно, что каждая достопримечательность, она как раз про то, что там прикольно. Но нужно написать, почему. Почему вас привлекает лично вас это. Может быть, это какое-то воспоминание ваше, что с вами там случилось. Или что-то необычное, что можно увидеть. Вот у меня одна карточка — это городской пруд. Вот, там очень много воды, это действительно большое водное пространство. Значит, так, я вижу, что карточки начинают появляться. Смотрите, мы пишем название, а потом можно в описании сделать, сделать описание. Не надо описание делать прямо в названии. Значит, нам нужно несколько карточек. Давайте переходите, пожалуйста, в этот самый падлет. И давайте разместим эти самые карточки на карте. Мы жили там раньше, там много растений. Да, это, кстати, очень здорово, когда... Давайте вот так вот перетащим, чтобы было видно. Крутая детская площадка и много растений. Да, озеленение города — это, кстати, очень важно. И здорово гулять, когда в городе зелено. Лошадь Победы там красиво. Значит, ребята, давайте писать что-нибудь более личное, красиво, классно. Это как раз характеристики всех достопримечательностей. Я не знаю ни одной достопримечательности, где было бы некрасиво и неклассно. Нам нужно с вами как раз понять, какие... в чем отличия. Так, давайте. Вы, кстати, знаете, что вы можете двигать эти карточки, да, чтобы они друг друга не закрывали. Вот, отличное описание. Там лошадки, улей, зоопарки, много всего интересного. А вообще там очень красиво. Но все равно красиво. То, что там красиво, я верю. В любой достопримечательности красиво. Можно перечислить какие-то пункты. Значит, давайте подождем еще. Я надеюсь, у нас появится несколько карточек. Да, и вот тут кто-то уже, кто-то, значит, нашел, что это за безобразие. Значит, кто-то уже нашел такую функцию. Смотрите, вы можете оценивать чужие карточки и писать к ним комментарии. Я прошу тех, кто уже заполнил карточки, посмотреть чужие и написать комментарий. Знаете вы это место или вы не знаете, были вы там или нет. Есть ли у вас какие-то дополнения к тому описанию, которое уже сейчас, которое сейчас уже есть в карточке. Давайте больше карточек. Почему никто не пишет эти самые карточки? Я хочу, чтобы у каждого было по одной достопримечательности. Я сама пока оценю. Вы тоже можете это сделать. Шайба. Она крутая. Про шайбу можно и побольше, я думаю, написать. Что-то мне не гладит. Что это такое? Река Чусовая. Да, я знаю такую достопримечательность. Это прямо всероссийски известная достопримечательность. Значит, если вы написали свою достопримечательность, пожалуйста, посмотрите другие. Вот что такое вот это вот? Я просто не знаю ничего об этом. Может быть, это действительно существующее место. А может быть, вы его выдумали только что. Нет, свою достопримечательность я оценивать не буду. Улица Советская. Так, парк новой культуры. Так, так, так. Ну что, у нас появилось что-нибудь новое? Река Чусовая, площадь Победы, всего Нижняя, шайба, улица Советская, городской пруд, парк новой культуры. Кто-нибудь что-нибудь еще может добавить? Я видела гораздо больше достопримечательностей, которые вы писали там на доске. Где шалаш? Где тайный штаб? Где тарзанка? Почему я всего этого не вижу здесь? Давайте сделаем это не только официальным гидом по официальным достопримечательностям, но и все напишем еще по одной своей личной достопримечательностей, которые у вас есть. Значит, я вижу, что у нас постепенно заполняется доска. Я вижу, что кто-то поднимает руку. Пока у нас, я очень надеюсь, что на доске появится еще какое-то количество карточек. Я вижу, что люди заходят в падле. Но пока я готова поотвечать на ваши вопросы в чате. Так. Что у нас с чатом? Давайте я выключу на секунду демонстрацию экрана. Вы также сможете продолжать. Так, а чат у нас, по-моему, что у нас больше не существует чата? У меня есть факты. Угу, угу. Значит, друзья, я на самом деле очень интересно познакомилась с вашим городом с помощью этого небольшого обзора. И я надеюсь, что в течение нашего направления мы еще больше сможем посмотреть на город и сможем его изучить. Что мы будем делать на самом направлении? Да, расскажу подробнее. Спасибо за вопрос. Значит, на самом направлении мы с вами посмотрим, какие у нас есть достопримечательности официальные и какие ваши личные достопримечательности есть в городе. Нам нужно будет с вами прогуляться по городу, да, и посмотреть еще раз другими новыми глазами, глазами туриста, скажем так, на ваш город, посмотреть, как он выглядит и понять, как его можно презентовать, как о нем можно рассказывать, как можно его фотографировать. Мы с вами превратимся в таких исследователей и представим, что мы первый раз вообще попали в Перуранск и хотим вот просто изучить его. Значит, после этого мы будем работать с этими фотографиями и будем работать с аудиозаписями, которые мы будем делать. Значит, мы заберем это все вместе и сделаем аудиогид. Аудиогид — это такая платформа, которая будет располагаться в интернете. Любой человек сможет включить его и вместе с вами, вместе с вашим голосом прогуляться по вашему маршруту, прогуляться по вашим достопримечательностям и посмотреть, как-то к этому отнестись. Значит, у нас это займет 4 дня, как и все направления. Мы начнем с ментальной карты и прогулок, и в последний день мы презентуем наши гиды и прогуляемся по ним, посмотрим, что сделали другие участники, презентуем их другим участникам направления. Вот что мы будем делать на направлении. Если у вас еще какие-то вопросы, давайте пообщаемся. Я сохраню для себя обязательно все наши доски и все, что у нас получилось, и повнимательнее изучу, что вы мне там написали. Потому что такое исследование города — это довольно интересный процесс. Мы будем гулять соло. Вообще вся работа у нас будет, скорее всего, соло. Может быть, в течение наших прогулок, в течение нашей работы мы поймем, что, может быть, кто-то из нас живет в одном районе или хочет рассказать об одном и том же районе. Тогда мы объединились в группе и будем работать вместе. Но вообще каких-то общих прогулок у нас не будет. Вы все будете делать самостоятельно. Я вас сопровождать не буду. Друзья, я чувствую, что вопросы у вас есть, но вы чатом не хотите пользоваться. Или хотите. Если у вас больше нет вопросов, да, у нас, к сожалению, нельзя собираться в большие компании, поэтому нам нужно будет работать по одному. Я думаю, что мы с вами хорошо проведем время. Я жду вас на своем направлении. Все, кто хотят изучать город, все, кто хотят исследовать его, делать карты, делать гиды и, в общем, быть таким исследователем, пожалуйста, приходите, мы с вами сделаем первый аудиогид в Первоуральске, потому что я посмотрела, сегодня в вашем городе нет ни одного аудиогида, и мы как раз можем стать первыми, кто сделает такой продукт. Я вас благодарю за внимание. Желаю вам хорошего вечера. Обязательно подумайте об участии в моем направлении. И прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok